ПЕСНЯ ПЕСНЯ Отец наш Небесный, именин Господа нашего Иисуса Христа, просим Тебя, молим, благословите наше собрание, занятия по Слову Твоему Святому. Даруй, Господи, чтобы все слова Твои всегда оставались с нами и помогли нам в день воскресенья Твоего последней страшной оправдаться всеми словами нам. Помоги душам нашим. Даруй, Господи, нам любви к Тебе, к ближним, к самим себе, чтобы слово помогало нам всегда познавать самих нас в себя. Верили мы Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Ага, правильно, правильно. Время Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вот лагерь, называется лагерь Стан. Почему называется лагерь Стан? Кто знает? Передвижной, потом передвижной. Потому что передвижной Стан. А где мы слово Стан здесь встречаем, когда в Слове Божьем. Помните? Стан был. Авраама был Стан. Еще где был Стан. Помните? Передвижной тут такое понятие растяжимое. Стан, Стан. Почему Стан? Потому что остановились, Стан, остановились и там живут, долго живут. Не как кочевники. Раз там коровы за ними пошли, они за коровами пошли. А это вынужденные обстоятельства. Вот вынужденное обстоятельство. Сейчас у нас с вами такое. У нас всех здесь, вот там люди стоят, взрослые молятся. Мы с вами здесь сейчас сидим, Слово Божьем пытаемся разбирать, как нам жить дальше правильно, как Господь заповедовал. И вот, вот это вот у нас передвижка. Почему у нас этот Стан? Вот кто может сказать? Вообще, вы согласны с тем, что вот мы все вместе здесь, находящиеся, сейчас находимся в каком-то Стане? Как вы? Понимаете, кто? А я хочу вам пояснить, потому что вы уже все до такой степени взрослые, уже столько много знаете, и Ветхий Завет тоже. Мы тут начали, гликерия это нет? А, нет, так говоря. Гликерия нету. Начали заниматься, ну вот сестра была потом, еще была сестра, и гликерия была. Ну, и я говорю, Анаде говорит, я там пока пою, но наклеили никого нету, позанимайся с ребятами. И только, говорит, Ветхий Завет не надо, они же маленькие еще. Ну, я такой зашел, начал по Новому Завету, читаемое на Рождестве Христовом, все. Ну, и спросил вопрос, начал показывать картинки. Ну, вы как маленькие вам будем картинки показывать. Показываем картинки по первому тому. Ну, там, вот, цветные-то. Красивые же картинки. А гликерия такая, а я знаю, что это такое, а что это такое. Она отвечает на картинки, а Исаак несет дрова, а за ним Авраам. Это, говорит, Авраам, ему сказал Бог заколоть вот этого сына своего, она только не помнит, что Исаака. Я думаю, ничего себе, показываю еще одну картинку. Сестры молчат еще. А она говорит, а, это дядька, говорит, он неправильно поступил. А это вала моего ослица. А это, говорит, животное, говорит, то ли обыкло. Я думаю, ничего себе гликерия. Гликерия, ты откуда? Баба Надя мне мультики показывает. И мультики люблю смотреть библейские. Вообще. И я думаю, почесал в голове, с братом поудивлялись. Ничего себе. Вот что значит занятие, понимаете. Но теперь, ну, в мультике многие, там, и выдержки там из фильмов знают и многие дневские люди. Да еще так знают, ай-яй-яй. Я вот молодым был, специально заучивал анекдоты. И анекдоты мог часами рассказывать. Вот так же была какая-то анекдоты. Сейчас на Библию память. Я там анекдоты. Не помню, Господь все убрал. Так что память-то должна быть еще выборочная. Нужно нам же в библейском теперь подвести. А к чему все это? К чему? Вот наш штамм. Вот вы подрастаете, вы подрастаете. Проходит какое-то время, народ подрастает, Стан стоит в Кириафарбе. Никто его не трогает. Там находится скиния собрания. И вдруг там, походили немножко вокруг этой Кириафарбы. Проходит 40 лет. И Господь говорит, все, теперь этот народ умер, который был трусливый. А вы, новое поколение, пойдете в страну обитованную. И уже не Стан у вас будет, а целое государство. И вот в этот страшный период времени, когда коммунизм захватил всю нашу страну, в тисках смерти и сатанинской лжи погряз каждый человек, каждый разум затронут был. Это идеология коммунизма. И вдруг появляется такой небольшой луч света. Батюшка у нас в Московской Патрахии получает сан священника. Игнатий Тихоныч, там его прям выталкивают из старообрядчества. Он пытался в старообрядчестве быть, потому что в Московской Патрахии, как таковой, можно сказать, не было веры. И вот эта свобода в последние годы Горбачева, с 1985 года начиная, когда там сухая политика. На самом деле, людей начали выпускать, даже и сюрприз политических выпущили. Выпустили Игнатий Тихоныч в 1986 году. Посадили его за то, что он распространял, как говорили, клеветнические ложные сведения о советской власти. Как бы подрывал устои этой власти. А чем подрывал? Ходил и брал интервью, на монетофон записывал, тех людей, которые пострадали в репрессиях. А что это такое репрессии? А это своя же власть, своих же людей, которые живут рядом. Ни за что, ни за что. Нету никаких причин хватать людей. Хватало людей и садило в тюрьмы. Или ссылало, еще хуже. Ссылали людей прямо в тайгу. Многие люди этого не понимают, почему. Ну, я сам такой же был, когда здесь жил, учился в институте в Красноярске. Там холодно в Красноярске, и здесь у нас холодно. Ну, у нас были, учились люди, четыре человека с Колыме. И мы все время смеялись над ними. Ну, что там, поделись, зэков полно ходят. Они на нас так смотрели всегда. Я говорю, что они на нас так смотрят? Мы же знаем, что на Колыме очень много людей сидело. Ну, все знали, Колыма это там где сидят. Помните этот фильм известный? Когда, ну, будете на Колыме, заходите. Они тут слушают нам. А оказывается, что на Колыме не просто там людей садили, а туда специально ссылали, чтобы люди копали там золото для этой коммунистической власти. Чтобы это демоническое государство еще могло существовать. И не просто там людей, ну, они работали и все. Их специально убивали, морозили. А там температуры не как у нас. Там 60 градусов, как здравствуйте. И по несколько месяцев стоят такие температуры. Морозы, да. Там все субки, они были в лесах. Все субки голые стоят, нету ничего. Уголь тогда еще не нашли. Там сейчас уголь нашли уже. Ну, искали, искали, нашли там 60-е годы в конце. А так топились деревьями, все, деревьев нету. Машины были специальные, которые работали на чубках. Пришло? Ну, машины ездили на чубках. Маленькие чубки. Там песка сзади. Газгены назывались. Газогенераторные машины. И туда чубочек напихают. И 60 километров проехали. Опять вылазит через 60 километров, опять напихает. И вот так ездили на дереве. Все, выпилили все люди. Почему? Заставляли, потому что, что они там жить хотели, что ли? И во всей этой страшной сатанинской нечистоте Господь даровал непонятным образом в 62 году Игнатий Тихоновичу познание Библии. Он до такой степени поверил в Библию, что все остальное для него стало как ссор. А где мы это читаем? У кого? У апостола Павла. Для меня Христос, для меня жизнь Христос, смерть приобретение. Если во Христе смерть приобретение. То есть не страшна смерть, если Христос со мной. А люди как у нас живут? Люди здесь живут. Одним днем. Они смотрят на то только, чтобы получить себе какие-то блага. И поэтому они все, что власть придержащие скажут, они все будут исполнять. Скажут юношам, идите берите оружие, он то врагит ваши враги. Защищайте нас. Ну, защищайте, это же хорошо, правильно? Все, они взяли автоматы, пошли стрелять. Их убили. Матери плачут. Сестры скорбят. Почему так получилось? А оказывается, что? Да ничего страшного, можно было с ним не дружить. Теперь, через время. Все дружат. А их уже не вернут. Все. Это поколение ушло в песок. А мужей нету. Бравые ребята. Скелеты. И так было в день в течение 73 лет. Пока не вырвались мы на эту свободу. А вырвались на свободу, еще хуже стало. Сатана погрузил души всех людей теперь в полный свободный разврат. Идите куда хотите. Сектами все заполонилось. Но, вот в том направлении, в котором Господь дал познание на тех ночах, вот в этом и остался. Во-первых, в истине до конца. Почему мы не в московской патриархии? Вы знаете, что мы не в московской патриархии? Кто знает? Ты не знаешь? Мы не в московской патриархии. А почему? Почему мы не в московской патриархии-то до сих пор? А вы подрастающее поколение наше. Вы пойдете, вы не трусы. Вы этот стан сделаете настоящим государством. Ну, обязаны сделать, по идее. Вы понимаете, какая на ваших плечах ответственность? Мы с вами говорим еще о вере. А впереди у вас то, что вы находитесь в общине, которая никаким стандартам не описывается. Наша община не описывается никакими стандартами. Знаете, как описали стандарты Игната Тихоновича, как верующего человека? Понимаете? Старообрядческий баптист. Что, задумались даже вы? Как вам такое, старообрядческий баптист? Это как? Кто? Это как? Да, вот так вот. Почему? А что, все спрашивают. Как так можно? Потому что все четко по Библии. И все четко по православным канонам. А что, нельзя немножко отступить? Ну, там в карты играют, курят. Ну, делов-то выпускают. Ну, женщины там в штанах ходят. Крашеные, там, стриженные. Там, мужик посмеяли уже по пять раз. Ну, ничего, что это нормально же. Покаялись там и все. Мы же грешные, многогрешные. Вчера к нам приехал человек один из Донецка. По компьютеру. По компьютеру. И он так и сразу сказал, и говорит, я себя так и называю. Недостойный прихожанин там. Какого-то там собора и так далее. Недостойный прихожанин. Грешный, многогрешный. Вот и все. А Златоуст вчера проповедь читает. Говорит, ты не говори, что ты грешный. А ты исправься. Покажи исповедью своей. Что ты кающийся грешник. Кающийся. Богу нужен кающийся грешник. Не просто грешник, а кающийся. Да, из грехов мы не вылезем. Но мы должны каяться. А если мы еще истину не познали, как мы можем вообще идти исповедаться? Я даже, не знаю, вы проходите сейчас занятия по кристиному православию? Или закончили уже? Нет? Все уже. Ну вот к истинному православию надо начинать заниматься вам уже. Вы такие уже взрослые, что... Ну, Ветхий Завет это понятно. Вы же сами должны Ветхий Завет читать. Потому что еще немножко, видите, в чем дело, и вы вылетаете в свободную жизнь. Уже 17 лет, 16 лет, 15 лет, 13 лет, 12 уже. Ну вот, 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 совсем на крыло встанете, и вас тут не будет. То учеба, то одно, то другое. Правильно я говорю? Енафа уже здесь не сидит. Она уже там стоит. Василиса тоже там. Девчата тоже, ну, еще немножко, я не скажу, что мы тут ходим, непонятно. Мы и так знаем все уже, Ветхий Завет. Так что, знаете, мы не в московской патриархии. Мы в совсем другой организации. Она раньше называлась зарубежная, русская православная зарубежная церковь. И там, Лавр. Витали, Лавр там, ну, подставляли как бы. Ну вот, а теперь, ну, потом там от Лавра, Бразды, вот, перенял наш Иларион. И как бы, Иларион, он не хочет политически, политически каких-то, вот, таких осложнений. И поэтому, он как бы говорит, ну, да, конечно, я готов уступить. Раз на территории здесь, в московской патриархии мы волимся, то, как бы, мы должны перейти в московскую патриархию. Но никто не переходит. А то, что митрополит нам благоволит, ну, и он и должен благоволить. Чего они вот с нами ругаться-то? Войны у нас сейчас нету, потому что, если кто-то будет какие-то гонения и прямые устраивать, власти узнают об этом. Ну, это не нужно никому. Только какие-то политические осложнения. Поэтому, вы своих родителей расспрашивайте, пускай они вам говорят. Если желание у вас горячее есть, узнать об этом больше. Как нам надо собраться, всегда. Чтобы это было в рамках, ну, не вот спешить куда-то. Сейчас, брат, закончит, проходит, он будет бежать уже. Чтобы это можно было объяснить. Остаемся на занятиях, можно на занятиях пояснить. Ну, на занятиях пока никаких значений нет. Можно, может быть, что-то далее объяснять. Зачитывать даже бы хотел. Вот в чем дело. Зачитывать, чтобы они понимали, из каких источников все это мы берем и так далее. Чтобы о сергианстве они знали. Что такое сергианство. Кто такие мученики, кто такие декларация метаполита Семьгия, патриарха, Тихона, чтобы они знали. Потому что сейчас спокойно патриарх, московской патриархии, он берет Тихона как героя православной веры. Я вот последнюю проповедь слышал. Патриарх Тихон, герой православной веры. А патриарха Тихона убил Сергей Старгородский, которого преемником является как раз этот патриарх московской патриархии. Сегодняшний. Понимаете? А его убили сейчас уже, все говорят, патриарха Тихона. Кто знает о патриархе Тихона у вас? Кто? Когда он был убит? Как говорят, отравленный. А что он хорошего сделал для нашей? Даже патриарх в проповеди о нем чуть не каждый раз говорит. Никто не знает. А вы Тихоновцы, можно сказать. Мы можем себя назвать Тихоновцами. По идее. Такая сложная судьба была у этого патриарха. Его поставили патриархом в дни революции в России. В 1917 году. Когда начали убивать священников. Вот просто так. Заходили и убивали. Потому что коммунисты начали лгать на религию. Что религия это мракобесие. Религия это опиум для народа. Понятно, что такое опиум? Опиум. Кто знает, что такое опиум? Тут там еще наркотик для народа. То есть вы становитесь религиозными. И вас это делает слабыми. Понимаете? Вы чувствуете себя слабыми? Конечно чувствуете. Потому что гордость у каждого из вас. Допустим, вы провинились перед родителями. Нужно покаяться. Или перед ближним своим. Нужно покаяться. А вы не хотите каяться. Кто сильно хочет каяться? Кто прям аж спешит? Кто есть такие? Это вы тогда будете иметь, когда у вас будет крепкая вера. И вы будете сами себя определять, верим вы это в этот момент или нет. И вы сделали зло человеку. И вы будете понимать. Я сделал ему зло. Я должен покаяться. Или обличили человека. Не зло сделали. Допустим, сказали так резко, прямо сказали. И кому-то кажется, о, вот кричит. Вот какой он злой. А ты не зло сделал. Ты обличил человека. Ты ему хочешь добра, чтобы он лучше стал. А его пораженная совесть грехом не хочет. Она сопротивляется гордостью своей. Почему тетя Лена здесь, когда занятия вела, и сказала про Ливию, что вот она, какое у нее лицо, она гордая и так далее. Помните это было? Да. Почему она так сказала, тетя Лена? Потому что у ней было горячее желание, у тетя Лены, какое-то вам добро принести. Добро какое-то принести. Она не то, что там хотела оскорбить и так далее. Ей хотелось, чтобы вы, ну как бы, к ее словам прислушивались, и у вас лица были такие одухотворенные. А она не видит таких одухотворенных лиц. И вот сильно-сильно разволновалась, до такой степени, что ее пришлось всем успокаивать. Но она потом как бы поняла и покаялась, что так нельзя, конечно, по одним лицам. Ну, есть просто лица, которые строгие, есть печальные лица всегда. Может быть, человек ноги плохо помыл. Чувствует, что сидит такой, думает, а ноги, да, говорят хорошие слова, а ноги-то у меня, наверное, воняют. Ну, всякое. Ну, видите, вы же вот все же улыбаетесь, хорошо улыбаетесь, нормально. Но кто-то так слушает. Вот огнюшка, она слушает, с одухотворенным кажется лицом. А Ливия, она, Ливия у нее другое. Мне надо сказать, характер становления, она конкурсантка, она постоянно борется. Ей постоянно на пианино нужно так сыграть, чтобы победить. Она постоянно должна вот в этом пребывать. Поэтому оно такое строгое лицо. Да, она всегда была такая строгое. Ну, не может же, например, все перенять от мамы. Да и мама тоже бывает очень строгая. Сколько она правильно обличала у нас сестра. Ну, братья у нас, они все еще, как говорится, не полноценные умственные. Ну, я имею в виду. Нет, нет, не то, что они это. Нет, они просто подрастают еще. Подождите, они найдете какие-нибудь... Лица необезображенной интеллекта. Да, они, да, лица необезображенной интеллекта. Они еще быстро подождите, они начнут. Вот когда я спрошу все-таки о патриархе Тихоне, они вот так скажут, руки, лесрус будет вот так. Патриарх Тихон, это великий обученик за веру нашу, православную, российскую. Последний патриарх истинный. Вот они будут молодцы. Но почему? Потому что мы об этом не рассказываем, а кому интересно. А в истории вы это нигде не прочитаете. Никто в истории про это рассказывать не будет. Тем более в истине. Че, помыла ноги? Смотрите, гигиена это прежде всего. Мы православные. А то как Янафа в лагере мне дали следить за сестрами. И прям белые такие носки. А она думает, раз белые носки, то кто поймет, что там ноги-то не мытые. Я смотрю, думаю, что так быстро у них? Сказал только мыть, а они уже в белых носках. Я говорю, что уже помыли? Та-там-там-там. Ну, как говорю, садитесь. Сели две. Снимай носки у нее. Она подошла, раз, носки снимает, у нее ноги черные вот такие вот. Я говорю, вы что так спать решили ложиться? А мы устали. Я говорю, давайте, садитесь. Они сели, я им ноги мыл, как Христос. Помыл ноги, говорю, вот так, чтобы все такие вот были, аж блестели. Так что, в этом тоже что-то есть. Вы должны перенять этот стан и сделать его настоящим государством. Вы, чтобы мы заходили в храм Божий, и наше подрастающее поколение, наших братьев, сестер верующих, которые с мясом, с кровью, с такой болью оторвались от мира Христом. Говорит, ты взял нас и выдернул из этого тенистого болота и подтвердил ноги наши на каменистом месте. Вот храм это каменистое место. Он нас вырвал. А вы, как бы, не вырваны, понимаете? Вы вырвались вместе с родителями. Вместе с нами. И мы должны были сюда, чтобы заходить, и все ваши ноги твердо мытые стояли на каменистом месте в церкви истинной. Понятно? Ну что, пойдемте. Как бы вы Библию-то не почитали. Ну давайте прочтем и Библию тоже. Почему бы и нет. Давайте вот. Первое царство. И пробыл ковчег Господень в области Филистимской семь месяцев. И призвали филистимляне, жрецов и прорицателей, и сказали, что нам делать с ковчегом Господнем? Научите нас, как нам отпустить его в свое место. Те сказали, если вы хотите отпустить ковчег Бога Израилева, то не отпускайте его ни с чем, но принесите ему жертву повинности. Тогда исцелитесь и узнаете, за что он не отступает от вас рука его. И сказали они, какую жертву должны принести. Те сказали, по числу владителей филистимских пять наростов золотых и пять мышей золотых. Ибо казнь одна на всех вас и на владетелях ваших. Как ковчег забрали с поля боя, ну евреев отобрали, филистимляне, в битве. И к себе принесли, думали, поставим еще одного Бога у нас в храме. Поставить-то поставили и начали у них на лицах, на телах наросты вырастать всякие. Наросты болезненные. И мыши везде как расплодились, все сжирают. Ну понятно, представьте, нарост еще ладно там. Можно там бегать, как-то его подвязать. А есть-то охота каждый день. А мыши все сжирают. И они думают, отправим обратно к евреям ковчег завета. Может быть тогда отойдет от нас. И вот начали думать, как это делать правильно, чтобы отослать. Потому что думают, как бы еще больших бед не было с ними. И так, возьмите, сделайте одну колесницу новую. Возьмите двух первородных коров, на которых не было ерма. И впредите коров в колесницу. А телят их отведите от них домой. И возьмете ковчег Господень и поставьте на колесницу. А золотые вещи, которые принесете ему в жертву повинности, положите в ящик сбоку его. Отпустите его. И пусть пойдет. И даже не в сам ковчег можно было подвинять крышку и туда эти наросты золотые и мышей поставить. Нет. Сбоку в ящичек. Ничего не касаясь. Просто мы вот видите, как, ну да, ну погорячились. Забрали ваш ковчег. Ну, что, бывает такое. Битва все-таки. Вы нас бьете, мы вас. Кровь льется. А тут как бы жертва повинности. То есть, у вас умышь дома? Это нехорошо же? Да. Ну вот, правильно. Вот теперь вам надо жертву повинности. И смотрите, если он пойдет пределом своим к Иерусимису, то он великое это сделал нам. А если же, ну Господь. А если же нет, то мы будем знать, что не его рука поразила нас, а сделалось это с нами случайно. И вот отпустили они этих коров в Иернию. А у них телят, у этих коров. А телят привязали. И коровы мычали, говорит, и шли от телят. И уходили в сторону еврейских поселений. Почему? Потому что Господня рука вела этот ковчег обратно. И никто не мог этот ковчег принять. Никто. Только тот народ, которому Господь уготовил. Это были евреи. Если вы приобретете искреннюю веру, искреннюю веру, такую, как ваших родителей, вот тех людей, которые там стоят, то Господь вас приведет рукою своей до самой истины. Дойдете. Если же нет, то адское пламя впереди будет у вас идти. Смотрите, на вас очень большая ответственность лежит. Ну, вы не виноваты, как бы вы. Но в то же время все равно вам деваться некуда. Поймите. Или вера вас ждет, или проклятие. Вы уже очень взрослая. Чтобы с вами по-другому разговаривать. Но есть еще, есть еще у тебя пора в парохранницах. Хочу подоставить. Ну, тоже уже. Тоже уже большая девчонка. Она хоть и маленькая, а вот там, ого, мища-то в ней. Все понимали. Она тоже отвечает хорошо. Ну, Гликерия нас поразила. Пять лет. Пять лет и картинки, и сразу говорит, к чему относится. А это очень важно. Вот сестры сегодня. Я только не успел войти, они мне картинку показывают. Только смотрите там, где-то вот здесь. Вот, картинку показывают. Вот сестры мне уже еле ходят от старости. Показывают, что это такое. Пожалуйста, пройдите. Вот что это такое. И нужно ответить сестрам. А куда деваться? Горит, ага. Вы любите такое рисовать? Что-то горит. Ну, и что бы вы ответили? Вот вам спросили. Причем это библейское. Что такое? Ну-ка. Это Моисей на Горисе на и разговаривать с Богом. Молодец. Совершенно верно, да. Именно так. А что они стоят рядом-то? Они стоят, ждут Моисея. Он сказал, не подходи к горе ближе, чем на определенное расстояние. Да, да, да. Молодец. Хорошо. Знание Библии очень много значит. Не подходи на определенное расстояние. Если Господь гневается, не подходи на определенное расстояние. Господь гневается на эту страну, на Россию. И хоть везде поют в богохранимую страну нашу, она богохранима тем, что Бог оставил здесь истину. А теперь ее надо найти. В чем истина? Ну, не в том, что людей просто так убивали. И на колыме складывали их, чтобы они там оставались такие, какие есть, замерзали. Не для этого, а чтобы жизнь была. И жизнь была с избытком. Чтобы храмы были наполнены искренно верующими. Если уж колокольный звон, так все понимали, что это колокольный звон. А не так, что колокол гремит, это значит он проповедует. А о чем проповедует, никто ничего не понимает. Учера человек приехал из Донецка. Так он радуется тому, что апостола там впервые прочитали на русском языке. Ну, деяния апостольские. Прочитали в храме на русском языке. И он это видео показывает. Видали, видали? Я говорю, так у нас и так все на русском читается. Вы понимаете, где вы находитесь? И люди изумляются чему. Господи, благослови нас. Помоги. Пойдемте помолимся. Братья, не забывайте нас, грешных. Помоги вам Бог. Ваня, Господи, сегодня подниму по часам. Братья, Не забывайте меня. Братья, Не забывайте. Братья, Не забывайте на русском языке. Помоги вам Бог. Субтитры подогнал «Симон»